здравствуйте друзья с солнечного хайвея в субботу из кремниевой долины мы со светланой ведем этот репортаж и светочка для тебя тема будет немножко неожиданной но хочу тебе напомнить света что вот сейчас 2018 год а я закончил институт в 1978 то есть ну ты помнишь конечно 78 значит и прошло 40 лет это как я закончил институт да это это интересная дата и можно сказать это в современных терминах можно сказать что я работаю это 40 лет войти тружусь первая моя работа была разработчиком цифровых устройств для сетей связи для нас вас дискретная передача информации значит цифровая значит как как боже как сказать в общем вот перед передавали данные по сетям 0 и единицы до можно сказать так вот жаха ли там 0 и единицы делали для этого цифровой схемы схемы технику и нас не учили в институте связи нас не учили цифровой схемы техники а вы уже передачи данных да но вас не учили на микросхемах там делать схема техники вас не учили логическим это логическом а когда надо взять микросхему и но такой я же об этом говорю вот логически это понятно а я прихожу на практику сначала это был на практике в середине пятого курса и там какие-то устройства и и надо понять как работает и там еще никто не понимал как они работают потому что не сами разрабатывали а там из нее передавали был такой центральный научный исследовательский институт связи сниз назывался и вот там разрабатывали какие-то принципы методы а в к бы отдавали уже для таскать внедрение в виде это сказать железо таком ну и вот она поступала а как как устроена никто не знал и мне год пришел вот давай разбирайся еще документации никакой не было я еще без документации разбирался это было очень занятно это может показаться миром каким-то таким знаете типа когда динозавры еще были но вот дизайны эти делились делались на микросхемах 155 серии ты помнишь их цвета тебя света через год после меня заканчивала и вот и с какими-то другими работа как я помню тебя по телефону еще трэблшутинг с тобой делал немножко немножко да в общем разрабатывали мы эту рапоратуру разрабатывали а уже когда я в сша попал вот тогда я из железячника превратился в тестера волею судеб потому что люди которые со мной сидели за одним столом в одной лаборатории так скажем нас там было несколько которые вот тут в кремниевой долине оказались так вот один сейчас он был вице-президентом какой-то компании именно вот сетевой там что такое сетями связано а другой но он правда умер он тоже на стыке там чего-то такого работал но знаете что он будет это же в железе а были ребята которые не снизу не нашем потоке а просто вокруг вот который они стали программистами писали там носи носи пласт пластом многие стали программистами еще в ссср как правило они писали на чем-то таком низкоуровневым там на сэмблер всяких это для железячник очень естественно писать на низкоуровневых языках ну в общем вот такая вот такая же собственно я писал я говорю света к тому что 40 лет айти экспириенс да и вот я говорю что я же я писал на ассемблер каких-то я писал 16 ричных кодах я писал в двоичных очень мало вот в общем страшные вещи вот сейчас вспомнить думаешь боже ну вот сейчас знаете как делают цифровую эту схемотехнику сидят и описывают на каком-то языке там вещь дел берелок просто я то описывают и дальше там софтвор запускает вот тебе там эта схема а мы брали лист такие такие листы были миллиметровки вы знаете какой миллиметров когда такая бумага и на ней сеточка с расстоянием в миллиметр горизонтально вертикально и она с одной стороны такая розовенькая была а с другой стороны беленькая но на беленькой проступали вот эти горизонтальные вертикальные линии было видно и вот переворачивали эту миллиметровку на обратную сторону и и вот по этим линиям которые проступали розовенькие такие слабенькие вот на них рисовали все эти элементы вот так вот вся эта схема техника возникала сначала на бумажке потом ее переносили там конструкторы стояли с кульманами такими да не было какого-то там вот акада стояли конструкторы кнопочками так бумажку значит к этому деревянные к доске там линеечка карандашик вот и мне этого совсем мало досталось можно сказать только если в охотку то есть иногда мало уже хотелось как-то отдохнуть от всего этого и так ведь на три дня конец прячешься за кульман и там свой дизайн какой-то начертишь если кому-то отдать то потом дать точечку не поставил на картинке она не работает потом так что вот лучше самому было так вот света возвращаемся мы мысленно в те времена когда люди жили без телефонов я не говорю там без сотовой связи интернет интернет уже господи просто телефонов не было в домах вот просто обычная телефонная связь вот то что сейчас называется landline да там из розетки не было телефонов чего уж хотя нас кашу при коммунистах вообще ничего не было тут знаешь некоторые люди мне говорят что вот в ссср там бесплатно давали квартиры как ли все мы практически никому нет ну там вот она говорит вот мои родители там 23 года получили квартиру в леспромхозе ну может быть в леспромхозе действительно были такие места где давали квартиру куда ехать никто не хотел и говори но вот если ты к нам поедешь вот мы тебе тогда квартиру дадим например были другие места где на квартиру не давали на платили много денег вот там на севере где-нибудь в отдаленных местах там них коэффициент был там 1 и 2 1 и 5 там это они получали большие деньги а летом скажем там на пару месяцев ехали на юг ели дорогие фрукты на которые у простых людей денег не хватало на рынке купить в общем такая вот была жизнь 40 лет ё-моё и вот света друзья все эти 40 лет она была со мной рядом она даже больше больше того она училась в институте связи она у тебя 40 лет будет следующем году она начала свою карьеру на центральном телеграфе московском советская страна друзья гордилась своими телеграфными сетями 60 процентов мирового телеграфного обмена вы думаете 60 процентов мирового телеграфного обмена приходилось на ссср с населением там может быть этом один процент от мирового это за 2 процента значит они очень этим гордились но в общем-то гордиться было нечем это происходило от того что не было телефонов то есть там тех даже позвонить и сказать там вас я там приезжаю встречаете в такое-то время он шел на теле на телеграф и отправлял там встречайте т.ч.к. там прибываю там т.ч.к. зп.т. и вот это вот все гуляла вот светлана работала на центральном телеграфе недолго недолго потом она работала каком-то ящики полу ящики тоже какая-то передача данных у них у нее было а потом вот как-то так на некоторое время она отключилась от этого и занялась педагогикой бездетной я правильно такой она нас теоретик педагогический а потом вот вернулась снова тестировала вместе со мной было да вот так вот друзья 40 лет многие из вас еще не родились в семьдесят восьмом году когда мы и да еще наши дочки не родил не родилась она родилась только в восемьдесят девятом до через год вот как раз светлана заканчивала точнее она сначала родила через пару месяцев закончила было бы вода в общем друзья я хочу поздравить тебя света и себя сорокалетие вот примерно в это время но света иных уж нет иных уж нет а мы все еще вот пыхтим в джим ходим там гантель подтягиваем блистаем в эфире в общем то тоже это же наши связисты слепили правильно это все сеть сетевые вопросы ребят которые с нами учились они вот ну там москве которые остались и которые еще продолжают работать а многие продолжают работать хотел же девочки могли уже на пенсию по выходить нет но их пенсионный возраст 55 а там постепенно или скачком сразу я понять и не имею на это я понять с ними это это не так важно во всяком случае я просто говорю что имея возможность выйти на пенсию многие из них работают я смотрю вот так когда с ними общаюсь вот они работают там по раздаче интернета там какой-то такой оптовые продажи там где-то там между провайдерами и так далее вот где-то вот в этих вот сферах они крутятся и в наше время связь была такой отраслью загнанный вшивенькой вот все что не было связано с обороной страны был вшивенькая и загнанная хотя сказать по правде то что было связано с обороной тоже не блистал ничем особенно были так называемые там эти девять министерств девятка так называемые вот были была такая девятка которая такая вся из себя была оборонно так есть ориентированная в частности вот например было министерство связи до которому относилась к б где мы работали цкб министерства связи а было министерство девятки еще одно которое называлось министерство промышленности средств связи о вот там были серьезные заводы они делали серьезное оборудование и так далее а те предприятия которые были в системе министерства связи вот частности завод промсвязь на подлесной улице в городе минск куда я часто ездил час улица подлесная как-то еще называется прямо рядом с радиотехническим институтом вот там на одной улице на одном квартале там реально и вот вот этот завод промсвязь он был такой как бы вот министерство связи такой ну там они были зачухоненькие они могли делать самые разные вещи начиная от чего-то очень примитивного тип почтовых ящиков вот ну и кончая чем-то более сложно вот как вот этот минский завод который был довольно продвинутым и там делали электронику как могли так и делали вот этого часто ездил в командировке такая вот была жизнь я думаю как хорошо что сейчас жизнь другая так мне кажется это это к лучшему вот хотя может быть кто-то ностальгирует потому что человеческая память так устроена что то чего то что хочется помнить ты помнишь а то что неприятное там какой-то грустно она уходит но если ты негативный тут наоборот ты помнишь негативное не помнишь хорошего ну вот я уж так уходя мыслями назад туда 40 лет назад я думаю хорошо что мы тут хорошо что вот произошли все эти изменения и как то вот мы можем с вами сейчас поболтать вспомнить и в общем так сильно не переживать а так просто как воспоминания так что друзья всех с праздником с годовщиной нам я не знаю насколько это вас интересует но вот раз такая годовщина есть то грех не сказать счастливо